Президент Турции Раджеп Таев Эрдоган, прибывший в Нью-Йорк для участия в 99-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, выступил на круглом столе с представителями некоторых аналитических центров, действующих в США. Президент Эрдоган отметил, что основные принципы Турции заключаются в укреплении дружбы, уменьшении разногласий и обеспечении мира. Анкара, по его словам, считает уважение международного права, суверенитета и территориальной целостности государств непременным условием, и в современном мире эти принципы нужны больше, чем когда-либо. По словам Эрдогана, глобальные вызовы, трудности и неопределенности в борьбе с ними, региональные конфликты и гуманитарные кризисы очевидны. Практически каждый день мы сталкиваемся с новыми кризисами и новыми конфликтами. При такой картине мы считаем необходимым укрепление многосторонности. «Мы больше не живем в условиях 1945 года, холодной войны или однополярного порядка», — заявил он. Также лидер Турции подчеркнул, что глобальную систему, прежде всего ООН, необходимо сделать более справедливой и представительной. Каждый раз в ситуации кризиса мы становимся свидетелями горькой истины. С одной стороны, есть Генеральная ассамблея ООН, отражающая общий разум и совесть человечества, ее решения. С другой стороны, есть пять привилегированных стран, которые имеют право накладывать вето на каждое принятое решение в Совете Безопасности. В каждой проблеме, которая обречена оставаться нерешенной в течение многих лет, пять стран игнорируют волю сотен государств Генеральной ассамблеи, основываясь на собственном произволе, своих интересах и приоритетах. Говоря «мир больше пяти», я обращаю внимание именно на эту искаженную структуру. «Все признают, что ООН нуждает в реформе. Однако никаких шагов для ее реализации не предпринимается. Мы будем продолжать призывать к этой реформе везде и при каждой возможности», — сказал Эрдоган. Также турецкий лидер заметил, что российско-украинский конфликт на глазах у всего мира превратился в крупную гуманитарную трагедию. «С самого начала боевых действий мы предлагали и прилагаем усилия для достижения справедливого мира. Переговоры в Стамбуле подтвердили успех активной роли Турции. Однако некоторые лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли цели. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы военный конфликт закончился, не вызвав еще больших разрушений». Также говоря об отношениях Анкары и Вашингтона, Эрдоган сказал, что доволен позитивной атмосферой в турецко-американских отношениях в последнее время.